Весенний лед, он бессимптомный, он не трещит, он не звенит. Вы выходите и просто проваливаетесь под лед. Именно поэтому после потепления гулять по льду опасно. Звукотрезка не будет. Человек сразу проваливается под лед. Если это произошло, то спасать утопающего необходимо как можно быстрее. Идти к полынье нельзя. Только ползком. Для этого надо или палка, или одежду снял. Один рукав пострадавшему, один у вас. Когда утопающий зацепится за палку, необходимо его плавно вытащить. После этого сразу проверить дыхание и сердцебиение. От мечевидного отростка два пальца пострадавшего накладываем и выше двух пальцев руки накладываем. Если пульса нет, необходимо проводить массаж сердца и вентиляцию легких. Как это правильно делать, врачи экстренной медицины показывают на специальном манекене. Пострадавшим встаем прямо. И интенсивность. Раз и раз и раз и раз и раз и. Уроки по безопасности сотрудники МЧС начали проводить из-за прогноза погоды. Впереди потепление. А значит, возможны инциденты на льду. В общем-то, вопрос у нас жизни и смерти, можно сказать. Потому что из года в год все-таки у нас случаются случаи, когда ребятишки проваливаются под лед. А в том году были случаи, да, ребятишки. В Копейске у нас были случаи проваливания. Сегодня урок по выживанию провели в школе Копейска. Будущим сотрудники МЧС посетят десятки южноуральских школ. Вместе с этим пожарные расскажут о своей работе и дадут советы, как себя вести на пожаре. Татьяна Лаврова, Дмитрий Бачко, Павел Чащин, 31 канал.